В рубрике вопрос-ответ еще один вопрос вступил. Просьба от участников родового круга нашего, где мы обучаемся, уделить внимание следующему вопросу. Набирая энергию, начинаешь что-то делать, и вылезают блоки. Блоки, тормоза, какие-то внутренние интуитивные тормоза. И, соответственно, моя точка зрения на этот вопрос. Безусловно, чем выше мы ставим задачи по жизни, тем больше мы начинаем прорабатываться. Тем больше мы выходим из так называемой избитой фразы зоны комфорта. Долбанной уже, которую все просто используют, кому не лень. На самом деле, друзья, хочу сказать, что зона комфорта, она как бы тоже нужна иногда, чтобы притормозить. Потому что я в свое время там все бросал, уезжал в лес, жить в другой город без копейки. Ну, в определенном опыте это очень полезно. Но существует определенный, скажем, круг, за который можно выйти, потом не вернуться обратно. То же самое с блоками. Блоки, безусловно, нужно прорабатывать, сглаживать, отлаживать и выжигать, если невозможно их отладить. Дело в том, что чем больше энергетика, тем больше скорости, тем меньше будет блоков. Но те блоки, которые будут оставаться внутри нашего энергетического поля, пространства, психики, энергетики, называйте как хотите, тем более коварные, заковыристые, специфические и довольно-таки сложные эти блоки и тормоза будут. Значит, естественный путь проработки всех блоков и тормозов, это прежде всего постоянно непрерывное повышение вибраций. Это не значит, что ты 2-4 часа в сутки сидишь, медитируешь, играешь на поющей чаше, на варгане, в бубен, призываешь духов. Это все должно быть естественно. Хорошее настроение, позитивный настрой в семье, дома, вот с мужем, с женой, с детьми. Все время радость, все время позитив, все время светлые эмоции. Это порой заменяет чтение мантр и практики. Вот с таким подходом эти блоки будут стираться, стираться, стираться. Потому что, как правило, я говорил, первый круг кармы – это семья, и блоки возникают, как правило, в отношениях, когда прорабатываются, допустим, дочь, отец, сын, мать, или муж, жена, мужчина, женщина. Во время этих проработок шестеренки начинают крутиться, и возникают вот такие вот определенного рода всякие задачи, которые мы называем блоками, в том числе. Либо, когда мы приезжаем вместо сил, у нас скрывается энергетика, и другие люди начинают не соответствовать нашим вибрациям. Нам неприятно, что они курят, выпивают, едят какую-то пищу несвежую, мясную и так далее. Нам хочется общаться в едином поле, в пространстве чистой, мощной, сильной энергии. Итак, друзья, я хочу сказать, что вы прорабатываете тогда, когда осознаете. И первый шаг, самый основной, единственный, в проработке любых блоков и препятствий – это осознавание, осознание, что эти блоки существуют. То есть вы, перешагивая гордыню, свою высокомерие, рассматриваете под линзой, да, у меня есть такие качества, которые нужно проработать. И вы становитесь на ступеньку выше и прорабатываетесь дальше. Вот это классно, вот это здорово, поэтому развивайтесь, двигайтесь вперед, и все будет классно. Слава роду! Слава роду!